Эта работа казахстанского художника Рустама Хальфина не классическое живописное полотно, а интерактивное. Оно предполагает участие зрителя. Ему нужно посмотреть в бинокль, который расположен в центре картины. Так современное искусство стирает грань между художником и зрителем, картиной и реальной жизнью. Эту работу уже скоро можно будет увидеть на выставке «Поле действия», куратором которой стала новый директор галереи «Новое пространство». Нелли Коржова, основатель Ширяевской биеннале, в прошлом работала в Государственном центре современного искусства. В экспозиции представят работы современных российских и зарубежных художников. Выставка, по сути, станет визиткой глобальной перезагрузки творческой программы галереи. Ее кураторы хотят показать современное искусство в разных его срезах. Работа с библиотекой может быть очень интересна для библиотеки и для горожан, потому что раскрытое поле, куда можно приходить, и здесь вот это соединение с книгой, оно многим интересен. Одна из наших центральных каких-то таких задумок – это как ее представить в галерее, допустим, на 500 метров. Выставка – первый совместный проект галереи из Средневожского филиала Государственного центра современного искусства, который входит в Музей изобразительных искусств имени Пушкина. В планах кураторов нового пространства еще несколько совместных творческих акций. Также в галерее начнет работать новая творческая лаборатория «Сайенс-Арт» – пятая сторона квадрата. Она работает на стыке научного и художественного. Наш читатель очень развит, он читает, он постоянно повышает уровень своего образования. И для него важно проводить такие мероприятия, которые позволят ему и самореализоваться, и выйти как бы на новый уровень знания. Сохранится в галерее традиционная творческая повестка. В этом году здесь пройдет выставка фотоконкурса «Самарский взгляд» – визитной карточки нового пространства. Готовятся в галерее к открытию художественного проекта «Вчера, сегодня, завтра», на котором будут представлены работы художников об истории Самары. А выставку «Поле действия» можно будет увидеть уже с 19 февраля. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События.